итак парни снова всех приветствую сегодня у нас будет на обзоре фонарик от компании иного тонолобный фонарик как вы могли заметить я вам сейчас расскажу первым делом конечно про его функции что фонарик иметь а потом быстренько пробежимся по его плюсам и минусам значит почему-то на этот фонарик на русском ютубе на русском языке обзоров я не нашел нашел я всего лишь два видео на англоязычном языке и там реклама такая крутая что просто этот фонарик было тяжело не взять просто я посмотрел думаю да вещь короче начинаем начинаем свой характеристик чего фонарик имеет какие-нибудь режимы как видите здесь кнопок нема это хай-тек значит мы проводим по этому окошку в левую сторону на белую стрелочку нас включается максимальный режим 142 люмина проводим еще раз нас включается медиум режим вот мы с медиум режим это 40 лиминов проводим еще раз включается стробоскоп включается стробоскоп включается стробоскоп включается стробоскоп это три люмина проводим Вправую сторону отключается Включился Stroscope Функция какая у нас? Включаем максимальный режим, зажимаем стрелочку. И таким образом можно настроить себе ту яркость, которая нам нужна. Есть еще здесь, ребят, функция блокировки. Это зажимаем двумя пальцами две стрелочки, моргнул, все. У нас фонарик заблокирован. В рюкзаке он... ха-ха-ха, он не заблокировался, вы посмотрите. Есть. Заблокировался. Да, все, заблокировался. Чтобы разблокировать, мы опять удерживаем три секунды две стрелочки. Он моргнул, и теперь фонарик у нас работает. Значит, ребята, вот такие функции здесь есть. Фонарик, кстати, работает на трех пальчиковых батарейках формата 3А. Значит, фонарик очень легкий. И батарейки он довольно-таки экономно жрет. Четыре часа в максимальном режиме, насколько я помню. Но есть большие минуса, которые мне абсолютно никак не нравятся. Вот видите, этот фонарик максимально сейчас отпущен вниз. Даже в таком положении фонарик светит не под ноги, как мне нужно. А он светит примерно полтора-два метра перед вашими ногами. Значит, второй минус, ребята, тоже очень важно для меня. Видите, какое сильно засвеченное пятно в центре? Например, чтобы найти какой-то мелкий предмет в песке, я этот предмет, ребята, просто-напросто не вижу. Вот если будет лежать предмет в центре этого цветового пятна, он просто будет засвечен. Это очень большой минус, как опять же для меня. Но самый большой минус, в инструкции написано, что фонарик нужно трогать или не включать, только сухими руками. А они еще позиционируют только для альпинистов. Я представляю, если, короче, альпинисты еще и руки под замерзли, они будут немного влажные. Так этот фонарик вообще невозможно будет включить. Я вот работаю с этим фонариком в основном на море, ребят, там, где влажность больше 60%. Я этот фонарик просто оставил масла до таких пор, что, не знаю, уходит, не знаю, там 3-4-5 минуты мне, чтобы этот фонарик, блин, включить. Короче, дернул мне черт этот фонарик купить. Заплатил как бы немаленькие деньги, теперь приходится, ребята, что-то опять для себя подыскивать. А реклама, я вам повторяю, этого фонарика была просто замечательная. Там так классно, прям такое кино снято. Лучше бы они такого обзора сняли, как я, я бы вам, честно скажу, я бы этот фонарик не купил. Лучше бы они сняли про это, что фонарик сидит не под ноги. Лучше бы они сняли про то, что здесь засвеченное пятно в центре, то, что он не включается. Вот немножко у меня сейчас руки подпотели, и все, начинает фонарик уже глючить. Уже как бы не то сцепление с экраном. Как видите, я вам маслаю, маслаю, он вообще, ну, никуда он не переключается. Пальцы протер. Вот, ну, я вам сказал, ребят, я на море работаю, там, где влажность, больше 60% по руке только проводишь, а у тебя краса на руках. Ну, вот, ребят, вот такой фонарик от компании Innova. Трижды подумайте, прежде чем его покупать. Ну, а в целом фонарик сделан очень-таки добротный. Здесь у нас есть. Открывается он так туговато. Уплотильное колечко из резины здесь. Значит, он до метра воду не боится. Вот, резиночка, ребят, здесь удобно. Конечно же, можно ее регулировать под ваш размер головы. В целом, ребят, какой-то обзор на такой вот фонарик. В общем, подумайте, прежде чем покупать его. На этом все. Спасибо. До новых встреч. Пока.